Диспансеризация 2018 года Сводка криминальной обстановки в городе Отчетный концерт детских коллективов в городском центре «Досуга» На сегодняшний день проходят наши региональные финалы Первого этапа принимают участие 1860 детей Итоги внутришкольного этапа чемпионата планета баскетбола «Оранжевый мяч» А сейчас об этих и других событиях подробнее В Смоленской области уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ ниже порогового уровня Среди смоленских дошкольников увеличилось число заболевших вирусными инфекциями Превышение недельного эпидпорога более чем на 34% отмечают в группе детей от 3 до 6 лет В остальных возрастных группах эпидпорог не превышен По данным лабораторных исследований были обнаружены вирусы негриппозной этиологии Парагрипп, РС-вирус и вирус простого герпеса Как отмечают в Управлении Роспотребнадзора по региону, собственно, грипп пока не регистрируют В Минздраве подписан приказ об утверждении порядка проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения Документ касается работающих и неработающих граждан А также обучающихся в образовательных организациях по очной форме В нашем сюжете мы расскажем вам, как десногорцы могут пройти медицинское обследование по программе диспансеризация В медико-санитарной части номер 135 ежегодно проходит плановая диспансеризация взрослого населения нашего города За направлением на обследование необходимо обратиться в 312 кабинет к специалистам Здесь пациенты проходят первый этап диспансеризации Диспансеризация – это скрининговое обследование, то есть просеивание и выявление заболеваний, факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний и рисков сердечно-сосудистых заболеваний Проводится эта диспансеризация в два этапа Первый этап – это скрининг У нас в кабинете что проходит? Во-первых, я хочу сказать, с какими документами приходит человек к нам в кабинет Обязательно паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС Пациент заполняет унифицированную анкету, проходит антрометрическое обследование У него замеряют рост, вес, определяют индекс массы тела, измеряют артериальное и внутриглазное давление Направляют на сдачу анализов и прохождение обследования, чтобы определить группу здоровья и степень риска для пациента Где можно получить информацию о диспансеризации? У нас в отделении медицинской профилактики участкового терапевта, более подробно для чего этого В средствах массовой информации, то, что мы сейчас с вами беседуем В газетах, статьях, для чего это делается Для того, чтобы люди сами берегли свое здоровье и обследовались Если у пациента выявлены факторы риска и обнаружены неинфекционные заболевания, он проходит второй этап диспансеризации На второй этап диспансеризации направляют обычно терапевты, которые делают заключение по первому этапу Мы это отслеживаем и анализируем Не все специалисты входят в программу диспансеризации Только несколько специалистов Это невропатолог, это хирург, уролог Если есть проктолог, то проктолог Но обычно у нас хирурги этим занимаются, офтальмолог Как вы посоветуете поступить к человеку, который получил приглашение на диспансеризацию? Конечно, я посоветую прийти к нам Прийти в поликлинику и пройти обследование Это самое большое то, что вы можете сделать для своего здоровья Информацию о диспансеризации можно получить на официальном сайте МСЧ А для этого не обязательно ждать приглашения из ФОМС Если ваш возраст в 2018 году делится на 3, можете сразу обращаться в 312 кабинет В Смоленском медицинском университете прошла межвузовская научно-практическая конференция Посвященная актуальным вопросам стоматологии и челюстно-лицевой хирургии В ней приняли участие студенты, интерны и молодые медики На конференции обсудили основные вопросы, которые касаются реконструктивной хирургии А также применения новых препаратов в практической стоматологии Завершилась очередная смена областного молодежного лагеря «Смола» Это самый известный форум, под флагами которого уже восьмой год собираются представители передовой смоленской молодежи Программа смены была максимально насыщенной Семинары, лекции, деловые игры, тренинги и, конечно, встреча с губернатором Алексеем Островским В этом году в программе форума появилось важное нововведение Участники «Смолы» теперь могут внести свои предложения в областной закон о реализации государственной молодежной политики Который сейчас находится на стадии разработки А это значит, что работа в этом направлении в регионе улучшится А сейчас криминальные новости Жителю Рославля предстанет перед судом за распространение в социальной сети экстремистских материалов Мужчина размещал на своей персональной странице ВКонтакте фото и тексты Направленные на возбуждение ненависти и вражды А также на унижение достоинства человека и группы лиц по признакам национальности Языка, происхождения и отношения к религии За данное преступление ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет Уважаемые десногорцы, будьте аккуратнее в сети интернет О криминальной обстановке в городе за минувшую неделю нам расскажет заместитель начальника ОМВД по городу Десногорску Сергей Чулков В течение прошедшей недели в отдел Министерства внутренних дел по городу Десногорску поступило 106 сообщений и заявлений Раскрыто пять преступлений Появлено четыре ДТП с техническими повреждениями Раскрыто ранее совершенных преступлений одно Сотрудниками выявлено 86 административных правонарушений Из которых 74 за нарушение правил дорожного движения В Смоленске прошел необычный концерт «Путь в медицину», который подготовили творческие коллективы Медицинского университета Таким образом, они хотели привлечь внимание общественности к пониманию значимости работы врачей и роли призвания в этой профессии А в Десногорске стартовала декада новогодних концертов Большой отчетный концерт прошел в городском центре «Досуга» Подробнее в нашем сюжете Ежегодно накануне новогодних праздников творческие коллективы городского центра «Досуга» приглашают своих поклонников на традиционный отчетный концерт И каждый год творцы готовят для своих друзей необыкновенные подарки В этом году программа носила философское название «В поисках счастья» Концерт разделили на две части Первая патриотическая со сцены звучали песни в исполнении народных коллективов «Ивушка», «Сударушка», «Десногорочки плюс», ансамбля казачьей песни «Вольная станица» «Волшебное зеркало» помогло ответить на самый главный вопрос жизни Что для человека значит счастье Ведущие программы познакомили своих зрителей с большим проектом «Росатома» 10 песен атомных городов Они продемонстрировали видеоролики, в которых приняли участие 400 музыкантов и певцов из 18 городов атомной отрасли Второй блок был детским Выступали юные таланты из хореографического ансамбля «Каприз», «Данс-клуб модерн», вокально-эстрадного ансамбля «Калибри» и мальчишки из хип-хоп-студии «Форсаж» По завершении праздничного концерта благодарные зрители аплодировали артистам стоя Десногорцы готовятся к встрече 2018 года Несмотря что погода совсем не зимняя В городе все же чувствуется праздничная атмосфера Витрины магазинов украшены гирляндами А отделы с новогодними игрушками и подарками становятся самыми популярными Красавицы ели установлены возле администрации и Центра информации «Нейтрино» Праздничное мероприятие, которое откроет декаду новогодних праздников В городе запланировано на 20 декабря Открытие городской елки для маленьких жителей Десногорска состоится в 10 часов И в завершении выпуска немного о спортивной жизни Десногорска В физкультурно-оздоровительном комплексе нашего города Прошел внутришкольный этап чемпионата Смоленской области по баскетболу Планета баскетбола – оранжевый мяч О его итогах мы расскажем вам в нашем следующем сюжете Уникальный проект развития баскетбольного движения продолжает свою работу Он зародился в Десногорске в 2014 году под эгидой концерна «Росэнергоатом» Смоленской АЭС При поддержке администрации региона, муниципалитета и партии «Единая Россия» Занятия спортом становятся нормой жизни в Десногорске И спортивные праздники стали проводиться все чаще 15 декабря более 80 юных спортсменов из четырех школ Десногорска приняли участие в турнире Это первый внутришкольный этап между учениками 7-х и 8-х классов В котором определят команду для участия в муниципальном этапе Президент Смоленской Федерации Баскетбола Сергей Фомин поприветствовал всех и обратился к спортсменам В Смоленской области на первом этапе нашего марафона, нашего Десногорского марафона Мы инициаторы 4.4 принимают участие около 3800 школьников каждого муниципального областа 3800, и вы одни из них Также в этом марафоне принимают участие 9 атомных станций и 9 городов присутствия атомной энергетики На сегодняшний день проходят также региональные финалы первого этапа Принимают участие 1860 детей, городов присутствия атомной энергетики Поаплодируйте, мы с вами имеем очень хороший брак Баскетбольные баталии в этот день прошли очень оживленно и динамично В церемонии награждения приняли участие заместитель директора САЭС Анатолий Терлецкий Заместитель главы города Александр Новиков, депутат областной думы, директор Атомтранс Михаил Лосенко Победителями соревнований стали команды 7-го В школы номер 1, 7-го А школы номер 2, 7-го А школы номер 3 и 7-го Г школы номер 4 Все команды были награждены грамотами и переходящими кубками, а лучшие игроки получили подарки от Смоленской атомной станции В этот день также чествовали директоров школ и учителей физической культуры за активную пропаганду спорта и здорового образа жизни Следующие этапы пройдут в 2018 году Это все новости на сегодня С этими и другими событиями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала Спасибо за внимание, до встречи Редактор субтитров А.Семкин